Всем добрейшего, холодного, весеннего утра. Я бы сказала, капец. Очки сейчас сниму, просто я не вижу ничего. Просто капец. Пошла в аптеку, сегодня там скидка 20%. Я до неё не дошла. И уже не дойду, потому что, посмотрите. Накупила, купила агрегаты для яичницы. Ну, типа вафельницы. И понеслось. И в пятёрку, и в монетку, и в полный пакет. И порвала ручку. Стою, жду, сейчас Костян придёт, меня встретит. Неподъёмная, сука. Так, зашла в магазин. Ну что, девочки, каждый день новые цены. Сейчас покажу, расскажу. Помидоры. 299 рублей килограмм. Помидоры на веточке. Дальше. 190 рублей килограмм взяла две шеи индюшачи. Прям я люблю шейки грызть, но решила в этот раз индюшачи. Вот на 260 рублей две шеи вытянула. Дальше. Макфа перловочка прям очень хочу. С лучком, с морковочкой, с мясом. Две штучки. 50 рублей коробочка. 50 коробочка. Ой, каждый день дойдёшь и... Ну, это мой любимый ролл-то. Две штучки. Дальше. Два лимончика. Ой, три. Три лимончика. Две упаковочки сахара. Так. И всё в этом магазине. Я заплатила 630 рублей. Лимоны 100 рублей. Помидоры. Я ничего не вижу. Почему долго в бочках я ничего не вижу. Помидоры 210 рублей. Перловка 100 рублей. Сахар. Сахар по 82,90. По 83. Два сахара 170 почти. Дальше. Два бульона 60 рублей. В другом магазине. Так. В другом магазине. Что я купила. Ещё помидорчики. Эти по 269. Так. Помидоры. Томаты тепличные на 206 рублей. Три помидорчика на 206 рублей. А где у меня огурец-то? Огурец на 60 рублей. Вот ещё хотела купить в упаковке три огурца. 63 рубля. Представляете, думаю, ладно, возьму на развес. А на развес 60 рублей один огурец. А там три на 63. Дальше. Купила, значит, не знаю, съедобная нет, куриную колбаску. 179 рублей. И папа может. Папа может. С чесноком взяла две колбаски. Они по 249 рублей каждая. Вот на 500 рублей две колбаски. И самое главное, смотрите, вот такую штуку, жарить яичницу. Это стоит 1700 с копейками. Вафельница многофункциональная. Но это не вафельница, а пирожки и яичница. Вот такая вот. Сегодня вечером попробую. Вот и всё. Сегодня буду вечером заниматься холодильником. Надо всё мыть. Такой срач. Это капец. Ай, что у меня есть? Сырок есть, мяско есть. Эти есть, сосиски. Здесь, значит, картошка. С аджикой. С луком. Это пироженьки очень вкусные. Пяточек купил целую коробку. Вот всё съели сегодня. Так, Костяну достал котлеты жарить. Ой, я забыла. Мне ещё папкейки надо доесть. Ещё три штучки. Так. Салатик, помидоры, огурцы. Там дальше сливочки. Здесь борщ. Здесь макароны по-флотски. Там у меня грибочки. Зелёное масло. Мёд. На заднем плане. Молоко. Вот ещё здесь помидоры, лимоны, соусы. Здесь у нас заначка шоколада и соусов. Ну, не заначка, а как всегда же должно быть. Дальше чё? Домашние яички. Осталось 20 штук. Надо покупать, надо заказывать. Шурум-бурум. Вот и петь не могу. Вот я расставляю, расставляю. Но они тут достают, как попало. Дальше там водка стоит. Не буду показывать. Тут ещё это, чё тут такое. А, это остатки тут. Немножко гречки, немножко супа. Ну, это собаки скормлю. Так, здесь нормально. Вот у меня здесь сочельник. Посмотрите, чё здесь творится. Это же пиздец. Ягоды. Малина протекла. Вон сюда. Видите? Надо мыть. Там мороженое. Здесь у меня рыба. Здесь свинина. Это овощи. Это эти коллапки. Это всё эти. Как они называются там? Шницели. Вот Костяных любит шницели. Тут тоже лапки. Короче, здесь купаты. Здесь у меня вареники пельмени. Здесь тоже самое. Вареники пельмени и брусника. Заморозка. Фрика, бельки. Овощи заморозка. И утины или какой-нибудь индюшачья шея. Короче, самое страшное внизу. Порвался пакет заморозка. Всё высыпалось. Налилась малина. Надо вымыть. Вот я всё время мечтаю, чтобы всё красиво, ровненько лежало. Чтобы надо тебе вот тут вот клубника заморозить. Надо её достать. Тут всё вывалится. Это капец. Но не получается. Всё, холодильник уже сигнализирует. Говорит, закрывай меня. Вот эти вот двунтерные холодильники. Я думала, что он просто огромный. Но мне его катастрофически не хватает. А это написано зубы. Надо Константину зуб. Надо зубной не забыть, чтобы... Время 11. Лёгкий ужин. Пекинская капуста. Помидорчики. Один огурчик. И немножко у меня нарезанные простой капусточки. Вот такой вот салатик. Лёгонький. Лёгонький. Сейчас мы будем делать. Чудесненький салатик. Я намастырила вот такую большую чашку. Единственное, что не хватает. Зеленушечки. Здесь, значит, лучок, чесночок. Два вида капусты. Простая пекинская. Огурчик, помидорчик. Нет, только укропа. Но его нету. В магазин эти время полодиннадцатого. Будем кушать без укропа. На оливковом масле. Приятного аппетита. Как я люблю вот такой салатик. Божечки, как я люблю вот этого взял. Ммм, мм, 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 мм. Потрапезничать решила. Пюрешечка. Пюрешечка с куриной печеночкой. Салатик с соевым соусом. Как я люблю. И корейская морковочка. Ну, естественно, мой чаек. И все. И кусочек черного хлебушка. Очень скромно и культурно. Купила сегодня контейнер. Вот такой огромный. Себе под шмотки. То, что нельзя вешать на плечики. И для чего у меня уже нет места в шкафу. Сейчас покажу. Да, япона, мать. Одной рукой неудобно. Короче, одной рукой неудобно. Так. Стоит он. Не знаю, сфокусируется. А нет, вот здесь. 1750. Но он прям бомбического. Прям, смотрите, огромный. Размером на всю сушилку. Сейчас попробую открою двумя руками. Вот. Вот. Сейчас я его здесь помою. И буду убирать сюда свои трикотажные вещи, которые нельзя вешать. Видите, какой большой. И цвет такой, знаете, неяркий, чтобы не видно было. Ну, поставлю его, наверное, подкрывать. Еще один анекдот. Давай про Костяна. Если у машины с буквой У включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать. Ты понял этот анекдот? Я нет. Может, еще один анекдот? Давай, что-нибудь повеселее. Зачем слону хвост? Чтобы слон не заканчивался внезапно. Очень круто. Маруся, сделай чуть-чуть погромче себя. Маруся, добавь звук на 30%. Вот. А теперь еще расскажи, Маруся. Расскажи нам, какая погода у нас сегодня. Анекдот. Сегодня в Карпинске будет переменная облачность. Температура от плюс 4 градусов днем до минус 11 ночью. А где девочка? Вот и отлично. Маруся, расскажи, Анекдот. Учительница. Вова, мне не нравится, как ты пишешь букву Е. Она у тебя на С похожа. Ученик. А мне не нравится, как вы пишете цифру 5. Она у вас на 3 похожа. Супер. Рассказать еще? Нет. Да. Да. Запланировала на эти выходные, ничего не делать и все успела. Вот что значит грамотное планирование и адекватная оценка своих возможностей. Привитовцы. Всем добрый день. Собрались мы все из компании. Я, Петрович Костян, Елисей у нас сегодня в гостях весь день. Решили мы пойти в кафе. В кафе перекусить. Время 7 вечера, суббота, работать неохота. Я вот первая вышла, просто жарко. Где-то там вся моя честная компания одевается. Пошли в кафе. Hello. Там Елисей сидит. Такой же реликон, как у меня. А вон там Костян стоит. Для съемки надо вот так вот делать для съемки. Вот так я и делаю. Сейчас. Заказик. Где обычно? Ну давайте, кому что? Бруснику кай. Я готов. Что хотел? Элисей, тебя будет тащить. Я тебе протерла. У Элисей там такой маленький-маленький. Я вот как будто, когда передаю, как будто умираю. Замерзший? Да нет, вот так готовит. У тебя прическа, конечно. Так, здесь у меня, значит, ребрышки. И вот такое количество мяса. Ну, короче, один большой кусок. Кило двести он был. Весь кусок Петрович перерезал. Как говорится, жрать, так жрать. Не на воде же. Весь кусочек он перерезал. Потом бульончик просто цежу. Скурку он всю обрезал. Не люблю я свиные шкурки. В общем, вот так вот. Вот такой будет бульон. Ингредиенты моего любимого супчика. Та-ру-ти-ти-та-та Та-ри-та-ри-та-та Смотрите, какая огромная сегодня морковка. И луковица какая. Лошадиная. Три свеколки. Я люблю много свекол. Приступаем к работе. Готовим борщ. Вуаля. Труй. Труй. Вуаля. Усё готово. Всё готово. Всё нарезано тоненькой соломочкой. Ну вот, борщик закипел. Сейчас немножко поварится. Я люблю, чтобы свёкла и капуста были мягкие. Хорошо проварились. Видите, жирноватое мясо. Мяса много, но я показывала свининки. Ну ничего, у меня Петрович любит такие жирные кусочки. Он съест. Перед самым концом готовки минут за пять я добавлю вот эту приправу. Обязательно. Очень я её люблю. Ну и естественно снимем пробу. Правда, время первый час ночи. Ну, херня. Нам не привыкать. Борщ сварила. Пробу сняла. Время полвторого. Ну, я не могу не показать. Посмотрите. Как спит собака. Ой, дурак, Идичка. Ой, дурачок. Он очень любит спать на спине. Идичка говорит всем спокойной ночи.